Мочевая кислота в составе крови и мочи – это важнейший элемент работы организма, и нужно следить за ее уровнем и поддерживать его в норме. Если ее количество отклонится от нормы в меньшую или большую сторону, необходимо сразу обратить внимание на проблему и начать ее устранение, иначе почки и печень могут давать сбой в работе. С учетом важности этого показателя мы решили разобраться, что же такое мочевая кислота, какую роль она играет в организме человека и как бороться с изменениями ее уровня. Но прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы на Progress Way. Наверняка вы слышали про ураты в организме и думали, что мочевая кислота и ураты – это одно и то же. Но это не совсем так. Мочевая кислота – это кристаллизованный углерод, азот и водород, которые формируются в структуре печени из-за распада пуринов. Выводить такую кислоту из организма помогают почки. Пурины же попадают в печень из бобовых культур, анчоусов и пива. А еще немного кислоты всегда есть в составе крови, мочи и пота, а также непосредственно в тканях мозга и печени человека. Ураты – это соли калия и натрия, мочевой кислоты, которые дают осадок в моче и синтезируются непосредственно из кислоты. Уровень наличия мочевой кислоты в моче можно измерить с помощью обычного анализа мочи, а в составе крови – с помощью общего анализа крови. Сам факт того, что в организме находится мочевая кислота, не только не вредит, но еще и дает организму много пользы. Стимулирует воздействие катехоламинов на клеточные структуры, активируя работу мозга и нервной системы. Защищает организм от вредного воздействия радикальных клеток. Восстанавливает состав клеточной структуры в организме. А вот если уровень содержания кислоты повысится, необходимо срочно сдавать анализы и искать причину повышения. Мочевая кислота в избытке является очень вредным ядом, каждую минуту отравляющим наши органы. Как же правильно сдавать анализы на мочевую кислоту? Анализ на мочевую кислоту можно провести как здоровым людям для диспансеризации, так и пациентам, у которых мочевая кислота плохо выводится из организма. С этим сталкиваются люди, больные диабетом, заболеваниями сердца и сосудов, подагрой и другими патологиями. Чтобы результаты анализов были правильными, необходимо тщательно подготовиться. За сутки до сдачи анализов нужно исключить из рациона овощные и фруктовые соки, алкоголь и кофеин, жвачку, а также снизить интеллектуальные и физические нагрузки. Кровь берут натосяк, поэтому кушать нужно не позже, чем за 12 часов до сдачи анализов. Также важно не курить за 60 минут до сдачи. Забор крови происходит из вены, из локтевой ямки. Анализ обычно делают в течение суток, но в большинстве лабораторий можно заказать экстренное исследование в течение 1-2 часов. Причинами повышения содержания мочевой кислоты в организме могут быть разные болезни, и про основные из них мы вам расскажем. Гипертония. При повышении давления нарушается работа почек, поэтому возникает гиперурикемия. Врачи рекомендуют медицинские препараты и специальную диету, которая поможет справиться с давлением и нормализовать содержание мочевой кислоты. Подагра. Эта болезнь становится причиной ускоренного синтеза пуринов. Чаще всего страдают почки и возникает их недостаточность. А еще поражаются суставы и возникает артрит. При этом кристаллы мочевой кислоты откладываются под кожей и вызывают острые боли. Больным обязательно назначается строгая диета и медикаменты, которые выводят из организма излишек мочевой кислоты. Патологии эндокринной системы. Щитовидка может увеличивать содержание кальция в крови, что приведет к заболеванию. Диабет также сопровождается нарушением всех видов обмена веществ в организме. Ожирение. Прямо такое заболевание не влияет на обмен пуринов, но увеличивает риски подагры, сахарного диабета и гипертонии. Увеличение содержания холестерина в крови может вызвать атеросклероз, что приведет к гиперурикемии. Болезни мочевыделительной системы. Так как мочевая кислота является компонентом мочи, здесь можно говорить о замкнутом круге. А еще мочекаменная болезнь вызывает нефтопатию, поликистоз, почечную недостаточность – все болезни, которые провоцируют наступление гиперурикемии. Заболевание крови. К гиперурикемии относятся полицетимия, малокровие, лейкемия и другие болезни. В этом случае активно распадаются клетки, и пурины в большом количестве попадают в кровь человека. Какие симптомы и причины понижения уровня мочевой кислоты? Если наличие кислоты в организме понижено, то врачи ставят диагноз гиперурикемию. Причиной такого состояния может быть нехватка некоторых ферментов для пуринового обмена, полидипсия, гипонатремия, ВИЧ и СПИД, а также онкологические заболевания и патологии кишечника, затрудняющие поступление белка в клетки. Обычно невысокую гиперурикемию обнаруживают совершенно случайно, поскольку она не имеет симптомов, но вот высокие значения превышения могут выражаться неприятными последствиями. Боль в суставах, пятна на коже, уменьшение дневной нормы мочевыделения, повышение давления и аритмия сердца, а также повышенная утомляемость, слабость, налет на зубах и прочие симптомы. Кроме этого, у пациентов обостряются болезни, которые и привели к состоянию гипоурикемии. А вот симптомами пониженного содержания мочевой кислоты в организме будут следующие факторы – понижение чувствительности кожи, слепота, плохой слух, проблемы с памятью, паралич некоторых мышц и атрофирование нервных окончаний. Чтобы повысить содержание мочевой кислоты, нужно выявить причину заболевания. Как быстро вывести излишки мочевой кислоты из организма? Для начала необходимо определить причину повышения ее уровня, а затем начать с лечения основной болезни вместе со следующими методами. Правильная строгая диета, работа над нормализацией массы тела, употребление большого количества воды, прием назначенных медикаментов и, конечно, народные средства лечения. Давайте рассмотрим все эти способы более подробно. Для начала необходимо строго соблюдать диету. Пища должна быть малокалорийной. Обычно используется стол номер пять или стол номер восемь при наличии лишнего веса. Из своего рациона необходимо убрать пуриносодержащие рационы – это телятина, цыпленок, жирное мясо и рыба, копчености, консервы, бульоны из мяса и птицы, грибы, зелень, кофеин и алкоголь. Все это очень негативно сказывается на организме. Еду лучше делать на пару, варить или тушить, а также употреблять больше жидких продуктов. Более того, необходимо пить как можно больше воды, без газа и сахара. Также мы бы порекомендовали вам употреблять продукты, которые способствуют выведению кислоты из организма – это картофель, абрикосы, курага, груши и чернослив. Чтобы понизить содержание мочевой кислоты при помощи лекарств, необходимо проконсультироваться со специалистом. Обычно врачи назначают мочегонные препараты и средства, которые снижают проявление гиперурикемии посредством связывания ксантиноксидазы. Еще могут назначить ферментосвязывающие препараты и этамид. Он не допускает обратное всасывание кислоты в почке. Все вышеперечисленные препараты принимаются только по назначению врача, который контролирует ваш уровень мочевой кислоты в организме. А вот народные методы лечения используются только в качестве профилактики, либо же в комбинации с медикаментами по рекомендации доктора. Progress Way собрал для вас ТОП лучших народных средств для лечения этой патологии. Брусничный настой. Для его приготовления берем ложку сушеных или свежих листьев, заливаем их одним стаканом кипятка, накрываем и настаиваем на протяжении получаса. Употреблять его нужно перед едой по одному стакану 3 раза в сутки. Сок двудомной крапивы. Необходимо перед каждым приемом пищи пить по 5 мл свежевыжатого сока крапивы. Он эффективно поможет справиться с проблемой. Для его приготовления нужно взять свежую траву и отжать ее с помощью марли. Отвар березы. Необходимо измельчить 20 граммов свежих или сухих листьев березы, залить стаканом кипятка, поставить на огонь и кипятить в течение 10-15 минут. Затем настаиваем отвар в течение получаса и процеживаем через небольшое сито или обычную марлю. По одной рюмке такого лекарства необходимо употреблять перед каждым приемом пищи. Ванночки с лекарственными настоями необходимо смешать по 80 граммов ромашки, шалфея и календулы. Заливаем смесь двумя литрами кипяченой воды, накрываем и настаиваем в течение нескольких часов. Как только напиток охладится к температуре тела, его переливают в емкость для ног и опускают в него конечности, которые страдают от подагры или артрита. Эта ванночка должна делаться один раз в сутки, перед сном. В течение 20 дней необходимо повторять процедуру и эффект будет потрясающим. А после того, как вы справились с высоким содержанием кислоты, необходимо постоянно соблюдать диету и вести здоровый образ жизни, так как именно хронические и неизлечимые заболевания в 90% случаев вызывают гиперурикемию. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим вас не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!